А теперь мы отправимся в саму столицу Новой Зеландии, город Велентон, находится у пролива Кука. Сказочное впечатление производят восхитительные виды на город, порт и пролив с холмов. Мы погостили у друзей, которые так тепло нас приняли и с которыми мы провели незабываемые моменты. За что я им очень благодарна. I wanna go there! Да уж, принимаю тот факт, что слабость к сыру я испытываю. А самое главное, я нашла веганские сосиски и бургер. Не обошлось и без рыбалки, куда мы отправились прямо на Новый год. Было ветрено и нашу лодку, ну очень качало. Наша рыбалка удалась на славу. И мы замечательно провели время. Этот Новый год для меня был очень необычен. Было тепло и мы не успели с подругой снять маски, поэтому мы встречали Новый год при параде. На берегах реки Пуаренга раскинулась термальная область Факареварева. Тепуиа – это необычный термальный парк и одновременно деревня, где жители эффективно используют энергию и тепло земли для повседневных нужд, для обогрева жилищ, приготовления пищи, стирки. Здесь находится самый большой действующий гейзер южного полушария Пахуту. Пахуту гейзер. Выбрасывающий фонтан каждые 20 минут. Высоту аж 30 метров. Большой гейзер реально впечатляет. Рядом расположены кипящие серные источники. А здесь стоит такая нескончаемая вонь. Запахи варьируются от тухлых яиц. Ну, скажем, до четырежды тухлых яиц. Маори круглый год купались в теплых бассейнах, варили рыбку в вечно кипящей воде. Потомки племени представят вам ритуальный танец, споют и сыграют. Пахут! 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 Honey is huge! Музыка Наша маленькая альпийская экспедиция переносится на место съемок Властелина колец, к вулкану Танго-Риро. Именно здесь были отсняты сказочные ландшафты Мордора. Мертвые болота. Да, да, так они и называются. Сама гора Танго-Риро входит в вулканический комплекс Танго-Риро, который состоит из четырех массивов Танго-Риро, Какарамеа, Пиханга и Руапеху. Знаете, нам еще совсем не повезло с погодой. В этот день были все осадки, которые только могли быть. Был сильный ветер, были тучи, был дождь, даже мелкий град. Было очень холодно. И эта пасмурная погода выглядела, что все вокруг просто зловеще, как и в настоящем Властелине колец. В общем, это незабываемое приключение. Самое мое любимое место я оставила на десерт. Но как же я хотела туда попасть. Это была просто моя мечта. Мы приедем в... но я вам не скажу. Скоро сами увидите. Сейчас мы заходим в Сан-Хоббитон. Посмотрим, где наши билеты. Так, вот вижу вот здесь тикет написано. Мы взяли билеты. И сейчас в 4.25 будем заходить. Гэндаль. Я по тебе скучал, Гэндаль. Деревня Хоббитон находится около города Мата-Мата. Место съемки фильмов Хоббит и Властелин колец по книгам Джона Толкиена. Ферма Шир в Новой Зеландии со съемок фильмов так и осталась той же Хоббитовской. Вау. Те же миниатюрные домики, те же бескрайние поля. Потрясающая реалистичность. Создают впечатление, что хозяева отошли на минуточку и вот-вот вернутся. Весочки на окнах и развешанное на просушку белье так меня впечатлило. Собранные в огороде овощи и оставленные садовые инструменты очень-очень дополняют картину обитаемой деревни. Также можно прогуляться мимо домиков Хоббитов, увидите водяную мельницу и посетите даже Папа Зеленый Дракон. После всего этого мне вновь захотелось пересмотреть и перечитать трилогию Властелин колец. А вам? А вообще, я бы здесь осталась навсегда. Посетив Хоббитон и выпив Эля, Папе Зеленый Дракон и просто насладившись садами и очаровательными домиками Хоббитов в тишине, я поняла, почему у Хоббитов всегда доброе утро. Если включить фантазию, то можно увидеть, как по одной из узких вьющихся между холмами тропинок едет в повозке Путник, напевает под нос песню и раскуривает свою длинную трубку. Что-то приходит, что-то уходит. К сожалению, я уже уезжаю с Новой Зеландии. Время пришло вылетать. Конечно, мне жаль. Было просто замечательное, необыкновенное, волнующее путешествие. Мне очень здесь понравилось. Надеюсь, что вернусь снова. А сейчас время сказать до свидания и отправиться в Индию. Пока, Новая Зеландия. Спасибо за всё. Всё было просто суперпрекрасно. Увидимся в Индию.